Это Финам-ФМ, ежедневная интерактивная программа «Реальное время». Меня зовут Юрий Пронько. У нас сегодня будет очень интересная, крайне важная тема, интересный собеседник. Человек, который я всегда с удовольствием принимаю здесь у нас, в московской студии прямого эфира. Всегда мы с ним говорим откровенно. Думаю, что и сегодня также будет вестись подобный диалог. Евгений Бушмин, председатель Комитета Совета Федерации России по бюджету, здесь и сейчас в реальном времени. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Тему программы я назвал так. Как остановить бегство людей и капиталов из России. Здесь будет и политика, здесь будет экономика, здесь будут и долги, здесь будут и кредиты. И вообще вот наша жизнь, да, наша повседневная с вами жизнь. Поэтому напомню, средства коммуникации для звонков. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495. Для ваших писем наш портал в интернете финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. То есть можно слушать, можно смотреть, пользоваться любыми средствами коммуникации. И, конечно, наш круглосуточный информационный портал финам.инфо, где вам не только сообщаются новости и по итогу сегодняшней программы будет самая вкусная, выбранная и представленная редакторами портала финам.инфо. Но там же идут и дискуссии. То есть вы моментально можете реагировать на то, что выкладывается в интернете. Евгений, вот смотрите. Вы давно были в ФМС или в ФНС? Да, был недавно. Недавно, да? Ну, вы туда ходите как сенатор, да? Нет, нет, нет. Я как государственный служащий, который обязан сдавать декларации. Я же сдаю декларации. Ну, то есть это обычная налоговая инспекция, да? Это обычная, это первая налоговая инспекция. Но заранее сообщается, что едет председатель сенаторского комитета побежит. Ни в коем случае. Это вообще не проблема. То есть сейчас это не проблема. Раньше были очереди. И раньше я вообще почты посылал. Второй год я хожу только по одной простой причине, что очередей как бы нет. И я чуть-чуть заранее сдаю. Не в тот момент, когда там все завершается. Когда все, да. Да, а чуть-чуть за два дня пораньше. Я неспроста начал наш разговор. Вот, да, на самом деле все это взаимосвязано, все скоррелировано. Тут жизнь меня заставила посетить и ФНС, и ФМС, да? Вот эти две замечательные структуры. Я не знаю, где набирают сотрудников. Вот, правда скажу, ничего личного, да? Я человек очень культурный. А журналистское удостоверение достают только в самый уже последний момент. А зачем вы были в миграционной службе? Мне надо отметку было ребенку поставить, что она гражданка Российской Федерации. Знаете, у нас замечательные такие свидетельства о рождении, да? Точно, точно, точно. Вообще странно. Родители граждане родились в Москве, но при этом нужно доказать, что ты не верблюд. И мама, и папа гражданка Российской Федерации. Это правда. Вот я столкнулся с такой проблемой, вы знаете, которая мне представляется, на самом деле, имеет распространение на другие сферы жизни. Когда ты подходишь, улыбаясь, спокойно, говоришь, вот у меня такая есть проблема, пожалуйста. Я знаю, что вы можете ее решить, решите мне ее. Тебя не видят. Тебя просто не видят. Я так, второй раз, ну, как-то вот хочется всегда мирно, спокойно, да? На третий раз, когда мне говорят, нет, мне даже ничего не говорят, меня не слышат, меня нет. Вот меня просто нет. Федеральная миграционная служба. Безусловно, у меня есть, как и у вас, знакомые люди, как это говорят, высокопоставленные, да? Которому можно позвонить и, безусловно, наверное, решится этот вопрос в течение минуты. Но я предпочитаю, знаю, Евгений, и вы, да, вот обычным путем идти. И я понял, с какой проблемой сталкиваются обычные россияне, да, которых не видят, которых не слышат. Конечно, когда я достал удостоверение и сказал, вот, ребятки, у меня в мобильном телефоне есть заместитель руководителя вашей службы. Только, правда, федерального уровня. Я могу позвонить, мило поговорить. Я решу свой вопрос. Я решу вопрос, да. Ну, и вам я создам проблему. Вот только после этого начинают дергаться. То же самое было в налоговой службе, когда я пошел, так как вы, мне надо было заполнить декларацию, да? Есть аспекты, которые очень сложно заполнять. Это понятно. Несколько раз я заявлял о том, что реформа МВД совершится только тогда, когда я подойду на улице к милиционеру, попрошу его помощи. И вместо того, чтобы сказать ваши документы, он улыбнется и скажет, чем я могу помочь. Вот только тогда реформа произойдет. До сих пор я не считаю, что реформа МВД произошла. Я думаю, то же самое нужно делать во всех этих ведомствах. Но что делать людям, когда их не видят и не замечают? Это же вообще, я не знаю, как обычные наши граждане, я это произношу, бесплатно заживут. Вот правда не знаю. То есть ты заходишь, тебя не видят. Тебя просто в упор не видят в этих службах. Я единственное, простите, я напомнил сегодня одному из слушающих, что вообще-то они работают на деньги налогоплательщиков. Вот просто такое напоминание. Это правда. Это хорошо проходит на Западе, сразу люди немножко очухаются. У нас не особо. У нас не особо. Вы знаете, я несколько раз встречался, ну я постоянно встречаюсь с регионами, с муниципалитетами. И вот мне очень понравилось, когда муниципалитеты плачут мне, что у них нет денег. И я говорю, ну а что это за проблема? Давайте вот там налог на имущество будете получать. Хотите, мы сделаем налог на недвижимость там, да? И сейчас вот я не дергаюсь с налогом на недвижимость по очень одной простой причине. Я попытался срегистрировать строение. После года хождения... Я прошу заметить, для слушателей, председатель Сенатского комитета по бюджету. Я не показываю удостоверение. Понятно. То есть как обычный человек? У меня есть паспорт общегражданский, у меня есть документы на дом, разрешение там на строительство. Есть все документы. И вот я начал ходить. Сначала санэпидемстанции, потом пожарники. И каждый раз мне объясняли, как все это трудно, что это невозможно просто выполнить все, что у них... После этого я много раз говорю, что наши пожарные такие условия, что их выполнить невозможно. Можно только дать взятку. Вот, понимаете, когда мне говорят, есть ли коррупционные законы. Я говорю, да, есть. Правила пожарной безопасности. Они коррупционны по своей сути. Потому что выполнить их нормальному человеку, построившему нормальный небольшой дом, там, на 180 метров, нельзя. Понимаете, нельзя. Или надо заплатить столько же, сколько этот дом, на сколько он на этот дом потратил. Вот. Вот это было самое сложное. И после этого, когда ко мне приходят, я говорю, простите, скажи, вы знаете, сколько у вас люди регистрируют строение? Нет. Я говорю, идите, узнайте. Сделайте, чтобы они это сделали за три дня. Хотя бы за три дня. Да. И после этого приходите, говорите, что вам денег не хватает. А до этого все, кто не пошел, все, кто не смог, все, кто не дошел, решил не платить взятки пожарным, санэпидемстанциям и прочим. Санэпидемстанциям и прочим, милицией и так далее. Они все, это деньги из бюджетов муниципалитетов. Неужели муниципалитеты этого не понимают? Вот. Это вы правы. То есть я тоже проходил такие вещи. У меня были случаи, когда работал первым заместителем налоговой службы. Я тоже без предупреждения, без документов, с паспортом пошел в налоговую. Как физическое лицо. Да. Я прошел, все. Мне было тяжело, потому что я даже опоздал на совещание к руководителю налоговой службы. На следующий день я собрал коллектив, пришел туда, представился. И многие из них были, конечно, шокированы ситуацией, в которой мы оказались. Потому что за день до этого они мне говорили, куда бы я пошел вообще со своими требованиями. И что они думают по вашему поводу. И что они думают по моему поводу. Да, такое тоже было. Что сделать? Как изменить это? Не знаю. Я вот 10 лет смотрю, пока не знаю. Мне кажется, человеком такое существо сложное. И мне очень нравится сейчас госуслуги портал. Я сейчас плачу за штрафы по линии ГИБДД, скорости и так далее, что там прописано. Плачу через этот портал. Смотрю через этот портал. За своими налогами и за платежами отслеживаю только через этот портал. Я уже не хожу в налоговую службу по этому поводу. То есть я сейчас стараюсь все больше и больше, стараюсь подавать документы через этот портал, чтобы не касаться, и по-моему, решение проблемы здесь только одно. Надо исключить у чиновника право что-то решать. Вот чтобы он только поступал по инструкции и все. И вот другой разговор, что если у него в инструкции написано, что он должен, когда к нему обращаются, реагировать и начать процедуру приемки документов, а он этого не делает, вот тогда добиваться, чтобы его за это наказали. Но ни в коем случае не давать ему право решения каких-то вопросов. Вот для этого вот всегда относился, ну, то есть очень положительно к компьютерам, там, к информатизации и так далее. То, что сейчас у меня в душе происходит, я вот каждый день сколько-то времени посвящаю этой тематике. Я получил все цифровые подписи, которые только возможны. В налоговой службе, в госуслуге, то есть это вот Ростелеком, который выдает там, у себя на работе. То есть я теперь все больше и больше пользуюсь цифровой подписью, чтобы заверять те документы, которые я туда посылаю. Я думаю, что выход процентов на 20 это электронные услуги. 80 процентов останется. Но когда, я надеюсь, когда они ими перестанут интересоваться, и вам уже будет совершенно все равно, как она к вам или он к вам относится, может быть, они хоть чуть-чуть подумают, и отношения изменятся, это еще процентов 10. Но это уже решение. Я, наверное, с вами действительно соглашусь. Знаете, в той части, что если есть возможность минимизировать соприкосновения с этими господами, да, или товарищами, я уже не знаю, кто они. Меня знаете, что другое удивило? Там работают, ну, вот исполнителями, да, молодые люди, очень молодые люди. В общем-то, я себя считаю молодым, но я вижу по возрасту, они еще и младше меня. Я не понимаю, где они вот этого совка набрались, где вот такого пренебрежительного отношения к людям они набрались, да, что является их вот основой, но я в шоке, на самом деле. Ну, понимаете, ну, мы же с вами виноваты в этом. Наверное. Понимаете, да? Вы как представитель четвертой власти, я как там какой? Первый, второй? Второй или первый? Они у нас равны. Все. Да. Но по номерам конституции они есть, да. Поэтому, ну, что я ему сказать? Мы виноваты. Вот таких вот людей принимаем, такие люди работают. То есть быстрого решения нет? Я, ну, знаете, ко мне тоже письма приходят, нам приходится разбираться там в комитете с самыми сложными вопросами, люди пишут совершенно по разным поводам, там, ветерану не дали квартиру, я с Москвой бился, ну, столько, сколько можно уже. Я уже не знаю, как биться, и вопрос я не решил. Евгений Башмин, председатель Сенатского комитета по бюджету, здесь сейчас в реальном времени, продолжим после. 19 часов 17 минут, реальное время, здесь Евгений Башмин, председатель комитета Совета Федерации России по бюджету. Евгений, вот смотрите, казалось бы. Секундочку. Это вот я с вами совсем соглашался, вы заметили? И это было естественно. Но все-таки одну ложку дегтя я хотел бы во всю эту историю вложить. Мы все время говорили о чиновниках, то есть о служащих, которые все это делают. Вот я вчера буквально звонил в систему поддержки такой системы Киви, это платежи, мгновенные платежи. Да, да, есть такое дело, да. Вот, и разговаривал там с людьми, через какое-то время спрашивал, точно все записывается, что мы с вами говорим. Ну, потому что там был такой бред, и там было такое отношение, что, мол, слушайте, идите вы куда-нибудь. Вот мы все сделали, что у нас тут написано, а дальше вы как хотите. И я почувствовал, что я нахожусь в ФНС или ФМС, это не важно. Я разговариваю с таким же чиновником. Вы должны все-таки чуть-чуть здесь понять, что вот почему-то, когда у человека, когда он настроен на такое отношение, что он вас не видит, он вас может не видеть даже по телефону. Даже когда его соединяют с вами. Даже если это бизнес. Даже если это бизнес. И я сейчас, я хотел заявить о мошенничестве. Просто у них там на мобильном приложении есть фирма, которая якобы платит за скайп. Я туда плачу, она в скайп не платит. Просто у них на сайте другая фирма платит за скайп, и там платежи проходят. Но я же не обязан пробовать все их вещи. Я пробую то приложение на айфоне, которое у меня есть. То, что вам интересно. То, что есть. Почему они там оставляют фирму мошенника и заставляют всех, показывают, когда я говорю, дайте мне, как я заплачу за скайп. Они первой строчкой показывают. Киви не уравнивал все-таки государство и бизнес. А как же не уравнивал, если он со мной разговаривает как чиновник. Государство существует на деньги, налогоплательщиков, а это аферисты. А он, не, не, Киви не аферисты. Киви существует на мои деньги от моих комиссионных. Поэтому, а разницы никакой. А разница никакой. Главное отношение. Но достало же это уже всех. Если, слушайте, вы помните в магазине в советское время, помните в магазине в советское время, слушайте, все отлично. Только покупатели все время доходят. Доходят. Вот нам надо с этим бороться. По-моему, в советском времени здесь ничего не утвердилось. Поэтому нам еще труднее будет бороться вот с таким положением с чиновниками, потому что у нас кое-где в бизнесе, и тут Киви не исключение, я просто сам лично вчера с этим столкнулся. Поэтому это ложка дегтя, говорящая о том, что что-то в консерватории не так. Помните, как в той истории, да, там, последовательность. Но достает ситуация. Достает ситуация. Люди реагируют на нее отъездами. Достает ситуация. Я когда вот вы сказали про тему вывоз капитала, я подумал, какая хорошая реакция. Только что объявили, что мы в 1,6 раза в этом году вывезли денег больше, чем в прошлом за этот же период. И вы тут же эту тему ставите. Но на самом деле, понимаете, когда мы переходим от предыдущей темы, то какое основное слово, которое хочется предыдущить? Достает. Да, да, да. Достает. Достала людей жизнь вот в такой ситуации. И мне кажется, ситуация даже не экономическая, а именно вот социальная. Вот, ну, достает. Ну, надо как-то всем встряхнуться. Ну, нельзя так дальше. Как? Как? Евгений, вы представитель власти, да? Мы все в сторонке курим. Да, ходить. Верно причем. Как я хожу, как я сам хожу по налоговым и ходить всем. Вот я тоже пошел, да? Вы тоже молодец. Это такое до скандала. Вы добились? Добились? Да. Добились. Ну, и что, хоть так добились и правильно сделали. Но это ненормально. Другим надо добиваться без этих удостоверений. Все равно надо добиваться. Все равно, пока мы не научимся добиваться, пока мы не будем цивилизованными людьми, у нас деньги будут утекать в цивилизованное общество. А вот в на вашем доме... Один фактор, конечно. Вы должны понимать, что мы сейчас специально утрируем ситуацию для того, чтобы показать эту проблему. Хотя вы должны понять, что сейчас такая нестабильность на рынках, сейчас мотаются капиталы туда-сюда с большим. И ясно, что в преддверии рисков, в преддверии кризисных таких наслоений возрастают риски именно для стран третьего мира, к которым мы по-прежнему относимся. Вот. Вытекают деньги из этих стран. Это весь БРИК. Ну, кроме Китая, с которым совсем другие отношения. Латинская Америка, Африка. Вот оттуда деньги все текут. И текут от нас. Это нормально. То есть, в том смысле, что ясно, что в ближайшее время будет кризис. Я его не накаркиваю. Просто мне кажется, что это, похоже, факт. Поэтому для меня это неудивительно. Но то, что достало, это тоже имеет свое право на существование. Ну, на ваш взгляд, вот где та сердцевина, которая позволяет чиновникам так себя вести, бизнесменам так себя вести, да? Мне вот... Бессловесно. Бессловесно. Вот вы знаете, у меня такое ощущение, что у нас очень покладистые люди, покладистый народ. Настолько он покладистый, вот сколько уже всяких глупостей с ним не делали, а он все покладистый. Мне кажется, что чиновники просто, они позитируют на покладистые наши люди. Если бы они больше скандалили, там, в суд на них подавали и так далее, они бы так себя не вели. Просто у нас очень покладистые люди. Это даже, может быть, там, наша национальная проблема. А может быть, проблема все-таки во власти? Вот у меня как-то была социология очень известная... Это отражение наших людей. Ольга Таштановская, ну, знаете, да, Ольга, она мне сказала, что Владимир Путин в начале своего президентства, то есть в начале нулевых, сделал ставку не на людей, он сделал ставку на бюрократию. Дальше он закрутил, безусловно, гайки, да? Создал эту вертикаль власти. Пресловутая, непресловутая, в общем-то, время показывает, что не очень-то работает, да? А потом? Я это все к чему? А потом? Фактически. А потом? А потом он разрушил чиновников. При которой нет ни политической, ни экономической конкуренции. У нас создаются вот эти вертикальные компании, да? Это один взгляд. Бог выслев с нефтью. Это один взгляд. Вот за последние, там, четыре года слов в сторону чиновников, кроме того, что они казнокрады, взяточники и подлецы, жулики и воры, я вообще не слышал. Но если мы создали вертикаль, основанную на чиновниках, на бюрократии, как вы говорите, и после этого таким образом все это разрушаем... Это Солова Каштановская, кстати, член Единой России до недавнего времени. Пусть она проанализирует, что будет с этой вертикалью, что будет с этим государством, где разрушается единственное, с ее точки зрения, пока не с моей, слава богу, с ее точки зрения, единственный стол, который был создан с начала 2000-х годов. По-моему, это все-таки однобокий взгляд на то, что происходит. Значит, однобокий. Власть, значит, первое, всегда люди поступают так, как поступает власть. Всегда власть поступает так же, как люди. Это очевидно, и то, и другое. Там, помните, не могут жить, не хотят. Это вот все революционная ситуация. И у нас то же самое. Если кто-то из власти, там, замминистра управления внутренних дел какой-то республики позволяет себе, да, и, значит, все об этом знают и знали, и только вот сейчас это выясняется, буквально вчера, вы помните, да, значит, выясняется, и все об этом знали, то ясно, что все остальные говорят, слушайте, ему можно, он власть, ему можно, а нам что, нельзя? И мы тоже будем так. Значит, это ошибка Путина. Да, конечно. Вот он совершил гигантскую ошибку. Нет, и его ошибка тоже. И моя ошибка, и ваша. Нельзя, ну, нет, роль личности в истории, как говорил нам Владимир Ильич Ленин. Еще один Владимир, да. Да, она, конечно, заслуживает внимания, но не настолько, чтобы один человек взял и перевернул всю страну. Мы были готовы к этому. Мы были готовы к тому, что перестали отвечать за то, что сами делаем. Стали кивать на вертикаль, стали кивать на власть, стали кивать наверх. И у нас вот воспроизведено не то, что хорошо было в Советском Союзе, а то, что плохо. Вот это всеобщая безответственность. Помните, такая коллективная тогда? Понятие же было в Советском Союзе. Да, да, было. Коллективная безответственность. Вот и сейчас у нас возрождается. Есть коллективная безответственность бюрократии. Да, да, конечно. Но при этом получается, что мы сейчас распространяем эту бюрократию на всех, включая, извините меня, бюджетников, врачей и учителей, которые тоже спрашивают, почему там зашили полотенце внутри. Ну, власть виновата, денег нет, свет плохо там, еще что-то. Причины найдутся, но такие же проблемы есть. И учителей, и даже работников культуры. Самое страшное, что все все обо всем знают. Да. И что? Ничего не меняется. Понимаете, это должно войти, мы должны с этим бороться. Постоянно. Ну как? Вот, Евгений, ну как? Ну вот я увидел в этих двух службах, да, как говорят, ничего личного в этой ситуации, да? Вообще безответственные отношения. То есть они не видят людей. Вы когда-нибудь замечали, как заходят ФМС и как ФНС люди, да? А не на полусогнутых. Слушайте, мы до чего вообще дожили-то? Кто это? Это слуги, которые обязаны предоставить услуги государственные, не более того. Вы выводите автомобиль? Да. Скажите, если вы вот день ездите, сколько раз вы нарушаете правила дорожного движения? Стараюсь не нарушать. Это сказка. У нас прямой эфир. А, извините. Так вот, я вам скажу, что неловленный, если я суббота-воскресенье стараюсь ездить сам за рулем. Не с служебной машиной, а на своей. Я понимаю. Вот. И как бы я не хотел, с учетом ловушек, которые ставят гаишники для того, чтобы таких дурачков, как я там, когда едешь в одностороннюю улицу, а там стоит знак. И ни назад, ни вперед. Такие у нас случаи, как вы знаете, есть. Вот с учетом этих ловушек. У нас вообще город очень интересный в этом плане. С учетом ловушек, с учетом страшного непонятного трафика, когда кто-то начинает перпендикулярно пересекать несколько полос, и ты там вынужден хотя бы на секунду выскочить колесом за разделительную линию. Как это ваши коллеги? Как они ведут себя на дорогах? Нет, нет, нет. Это не коллеги. Мои коллеги ездят на заднем сидении служебных автомобилей, знаете, да? А вот другие коллеги... Пригрывшись, да. Да, ваш бизнес. Вот он ведет себя именно таким, как я сказал. Так вот, я нарушаю. И за день я считал в среднем, получается, два-три раза. Нет, это не ловится, потому что, ну что, я заехал, никто же нигде не видел. Ну, я стараюсь. Я правда стараюсь. Вам все скажут, что я очень стараюсь не нарушать правила. Не нарушать. Как только сказали, это самое, затемнение отменить, я все затемнения отменил. Меня гаишник предупредил, и я сказал, что есть... Но многие ли... Да не в этом дело, я же вам сказал. Ваши коллеги, да, я из власти. Вот такие же сознательные законопослушные. Давайте мы с вами напишем, что вот здесь ловушка, вот здесь вы неправильно. Ну, понимаете, что если мы, каждый из нас, вот каждый из нас, столкнется с тем, что это невозможно выполнить, то мы наконец-то поймем, что... То есть мы сказали о людях. У нас люди терпеливые, иногда не очень хорошие, иногда хорошие. Но у нас бывают правила безумные, пожарные, я вас уверяю. Значит, правила дорожного движения. Ну, даже эта отметка с гражданством, когда оба родителя граждане России, а ребенку надо отдельно присоединить. Безумные вещи, они заставляют человека вздрагивать. И если этот человек, не дай бог, чиновник, мелкий чиновник, он же ведь так же вздрагивает. Понимаете? Даже если у него удостоверение... Он вздрагивает, когда слышит фамилию вышестоящего руководителя. Даже когда у него есть удостоверение ФМСа, он все равно приходит в налоговую, а там никому этот ФМС совсем не нужен. И он попадает в ту же ситуацию. И вот он вздрогнутый приходит на свое место, и, к сожалению, он не делает лучше, а делает еще хуже. Вот нам это надо как-то изменять. Значит, правила, отношение людей к работе в этом смысле. И каждый человек должен понять, надо быть вредным и подавать на все в суд. Евгений Бушмин, представитель Сенатского комитета по бюджету. Здесь сейчас, в реальном времени, продолжим после краткого выпуска новостей. По Москве 19 часов 31 минуты. Это реальное время Финам-ФМ. Сегодня у нас в гостях Евгений Бушмин, представитель Комитета Совета Федерации России по бюджету. Человек, которого безгранично уважаю. Я говорю это ему в лицо, потому что это крайняя редкость. Это исключение из правила, что один из руководителей нашего Совета Федерации является действительно реально открытым человеком, который приходит на эфир без купюр, без цензуры и отвечает на те вопросы, которые ему задают. На самом деле, вот вы мне за эфиром сказали, а будем обсуждать капитала, да? Но это же все связано. Вот я вам сказал за эфиром, да, все мои знакомые, у меня 7 человек, 7 друзей уехало за год. Причем там были разные мотивации, да, девчонки вышли замуж, ну это нормальное явление. Да, значит, пацаны, такие конкретные пацаны, они купили там бизнесы готовые, соответственно, переток капитала семьи, любовницы, уж простите за подробности и так далее, да, наездами в Россию, ну это очень редко. Я понимаю, что уезжают-то лучшие, увозят-то капиталы лучшие, а ответ один, когда ты их спрашиваешь, ну здесь ты в масле, да, причем с икрой живешь, что ты дергаешься? Он говорит, да достало меня, Юра-то все уже. Ну, я вас уверяю, что это общее выражение, потому что все это раскладывается на мелкие вещи. Безусловно. Первая мелкая вещь – это медицина, и вы это понимаете очень хорошо. Если, не дай бог, что-то случится… Это действительно, не дай бог, да. Да, то здесь даже юридической ответственности вы не получите. Будете долго судиться, в итоге вам выдадут 27 500 рублей, и ваше здоровье вместе с ним. Вот. Все-таки в других странах к этому относятся по-другому. То есть мне кажется, нужно немножко здесь ужесточать ситуацию. Но вы же против ужесточения. Я? Да. Я считаю, что если это ошибка врача, это не просто ошибка. Я за ужесточение, вообще за введение понятия врачебной ошибки. Да. Теперь, что касается, допустим, школ. Понимаете, воспитание – это вещь очень серьезная. И когда вы, и я, и вы отдаете своего ребенка в школу на такое большое время, мы должны быть уверены в этом. А мы уверены? Нет. А что происходит в школе вообще? Так кто-то должен за это ответить? Власть? Да. Власть-то несет ответственность? У нас за что-то власть же несет ответственность. Человек с ружьем. Человек с ружьем. Значит, власть, конечно, должна отвечать. Она должна отвечать, чтобы какой-нибудь турецкий самолет не пересек границу Российской Федерации. Это на безопасность. Без тех же последствий, которые он пересек границу Сирии. Понимаете, да? Вот. А вот оборона, безопасность, да. Вот когда мне говорят, вот, на улице, вот это власть. Вот за это власть должна отвечать. Потому что есть все-таки вещи, за которые должна отвечать власть. Реперты точки, да. Да, но врачи, их отношение к пациентам и их ответственность за ошибки. Учителя, их отношение к ученикам, их ответственность за то, что они стали наркоманами в школе. Вот это, простите, но это не власть. Это общество. Подождите, Евгений, вы предлагаете переложить ответственность на общество? Да, общество загнано. Вот, понимаете, еще в свое время Аркадий Исаакиевич Райкин, да, в какое еще время сказал, страна вахтеров. Вот, по-моему, у нас это приобрело, было воздвигнуто в четвертую абсолютную степень. У меня есть ощущение, что вы готовитесь на выезд. Вот, не надо так хрисмистически. Нет, я не хочу. Ну, когда семь твоих друзей уезжают. Вы будете восьмой, не надо. И они не последнее место занимались здесь. Останьтесь, давайте вместе что-нибудь решать. Но без удостоверения я не могу решить. Я пока не достану. Пока я улыбаюсь, пока я... Извините, пожалуйста, вот будьте добры, да. Ты кто, мне говорят? Ну, хочешь сказать, а вы кто? Да, я понимаю. Я же еще раз говорю. Вот, когда я подхожу к полицейскому, первое, что он мне говорит, хотя я могу подходить в любом там виде, там, меня обокрали или что-то, он мне говорит, ваши документы. И вы достаете удостоверение сенаторам. И не дай бог меня обокрали, и у меня нет документов. Вот тогда уже все, понимаете? Вот тогда все. Главное, когда вас обокрали, избили или еще что-нибудь, обязательно сохраняйте документы. Иначе с вами полицейский... Опять Райкер, где ваша справка? Вот на эту справку. С вами полицейский не будет говорить. Вот это кошмар. Вот. Вы задаете философские вопросы. Нет, я хочу, чтобы в стране вернули закон, в страну вернули конкуренцию, как политическую, так и экономическую. И я убежден, что это изменит ситуацию. На сегодняшний день президент Путин заморозил это все. При этом зачистил поле, убрал всех, кто более-менее мог ему составлять конкуренцию. И сейчас, в общем-то, я думаю, что Владимир Владимирович реально размышляет. И что ему дальше делать в этой ситуации? Потому что дальше непонятно что. Заметьте, заметьте, вы рассуждаете за Владимир Владимировича. Что на самом деле думает Владимир Владимирович, это, конечно, вы сказать не можете. Поэтому давайте вот эту часть опустим. Теперь, что на самом деле как бы он сделал? Ну, по крайней мере, какие-то движения, ну, я уж не говорю о единстве страны, это очевидно. Хотя вы считаете, что ее можно было достичь без каких-то жестких решений, жестких вертикалей, как вы называете. Это, по-моему, он сам сочинил это определение. А, жесткая вертикаль? Нет, я не знаю, кто это сочинил, я точно знаю. Я в это время был заместителем министра финансов и разбирался и с проблемами, которые возникли в Татарстане, и в Башкортостане, и во всем Северном Кавказе. И тогда была ситуация действительно напряженная. Ну, хорошо, плюс, жирный плюс, действительно смог удержать страну от развала. Ну, он же смог это сделать не ангельскими крыльями, а построив что-то, вот в частности... Оберевшись на бюрократию. Ну и слава богу. Опирайся на людей. Да? Вот вы вчера или когда вы там были в ФМСе? В ФМСе или сегодня? Вы опирались на людей. Да. Вы точно должны понимать, что когда вы пришли к человеку, вы опирались на человека, на людей. В каких-то вопросах трудно опираться на всех людей сразу. Они одни живут там, занимаются этим, разные люди. А поэтому люди и уезжают. Люди уезжают и увозят свои капиталы, потому что жизнь одна. Гений. Ну, конечно, уезжают не все, и я бы вам где-то мог сказать. Если уезжают, ну туда, вот пусть они и едут, слава богу. Может быть, останется... А я считаю, нет. Это лучшее. Ну и что? Это лучшее. Ну и что лучшее. И что делать? Так они покидают собственную страну. Ну, если бы они были лучшие, они бы пошли чиновникам в ФМС и обслужили бы ваши документы быстро, четко и без вопросов. Еще бы посоветовали своему начальнику, что надо сделать, чтобы вы вообще не ходили в этот ФМС за этими дурацкими документами, которые никому не нужны. И когда два гражданина Российской Федерации родили ребенка... И надо подтвердить, что они зачали здесь, родились здесь, и вообще, что это создание является гражданом России. Я себе уже, как автор законодательной инициативы по Конституции, я себе уже записал эту глупость, связанную с двумя гражданами и их ребенком, который родился в Российской Федерации. Ну, вот видите, я знал, что после нашей встречи всегда что-то будет положительное. Это правда. Хорошо, я могу согласиться. Смотрите, в части рассуждения о том, что действительно, что думает Путин, очень сложно понять, да? Вот, допустим, он у вас же был в Совете Федерации, когда он объявил о том, что большевики предатели, да? Ведь никто не ожидал этого момента, да? А от президента, который бах, и вот так вот высказался. Бог с ним. Меня, знаете, не устраивает, как думаю, часть наших граждан, заметьте, не говорю большинство, говорю про часть, да? Что наша вообще вся ситуация зависит от одного человека. А у нас персонификация произошла, гиперперсонификация. Мало того, что должность президента... Я помню, это было в 900... В каком году? Не помню. Не в тысячу, заметьте. Да. А в 900. Вот с тех пор, на территории России... Какой же тысячи с лишним лет, да? Персонификация. Мы без этой персонификации не жили никогда. Так, похоже, а можно начать стоит. Да, я слышал, что Ванга сказала, что в России может быть возрождена монархия. Вы, конечно, опытной политикой, но отдаю должную. Но, понимаете, ну да, у нас должен быть кто-то. Он должен быть хорошим. Вот зачем? Вот может меня истить, но зачем? Ну вот Владимир Владимирович выполнил миссию, действительно. Я, кстати, кроме того, что он сдержал страну в единстве, да, могу ему жирным плюсом поставить плоскую шкалу, к которому, я думаю, налогообложение, к которой вы имеете прямое отношение. И посмотрите, как его торпедируют, постоянно давят на него, да? Я надеюсь, что Путин, вот как он по многим другим вопросам железобетонную позицию занимает, и здесь проявляет такую железобетонность. Но пока проявляет. Но пока проявляет, понимаете? Есть плюсы, но надо идти дальше. Не замыкай все на себе. Вы от одного человека хотите все? Нет, я хочу, чтобы он как раз поделился полномочиями, властью. Вот ты создал из Совета Федерации. А вы своей зарплатой со мной. Ну, как вариант, если вам мало платят в государстве российском... Не поверите, в российском государстве сенатору платят мало. Не верю. Ну, что значит не верю? Наверное, есть какие-то другие опции. Ну, конечно, если пенсии сенатора там 24 тысячи, это, конечно, огромные деньги, по сравнению там в Москве сейчас сколько? 12 тысяч, да? Это в два раза фактически. То есть, если ты просто проработал где угодно и получаешь 12 тысяч, то сенатором, если ты отработал не меньше 12 лет, заметьте... 12 лет? То ты, ну, сенатором или депутатом Государственной Думы... Ну, неважно. То ты получаете, значит, 24 тысячи. Ну, ребят, это, конечно, шутка. И потом, значит, коэффициент замещения получается... Ну, сколько там процентов? 18-19 коэффициент замещения получается. А все говорят, в мире надо 40. Наши люди требуют 40. Но если вы власти платите таким образом, когда возникает вопрос, ну, надо офицерам и надо милиции повышать заработную плату, мы же к этому как относимся? Я вот знаю. Вот мне бы, если бы повысили, но все равно бы я бы как-то, ну, более стабильно себя чувствовал. И поэтому я говорю, да, наверное, в милиции такая же проблема. Если он получает там какие-нибудь 12-15 тысяч, то, конечно, желание где-нибудь что-нибудь срубить... А потом он себе покупает доходный перекресток в Москве и... Да, совершенно верно. Вот, совершенно верно. И это некрасиво. Но, может быть, если мы ему дадим 100 тысяч, он все равно его купит. Давайте введем конкуренцию экономическую, политическую. Вот Путин приехал к вам в Совет Федерации, представил новый законопроект, да, о формировании Совета Федерации. Но почему бы не пойти дальше? Вот окончательно решить, чтобы сенаторов выбирали всенародным голосованием? Вы знаете, на самом деле для меня изменение Конституции и перенесение сроков для Госдумы и Президента, это была большая трагедия. Я вообще был уверен, что без этого можно было обойтись и не трогать... А вы имеете в виду увеличение сроков? Да, да, увеличение сроков. И не трогать Конституцию. Вы что сейчас предлагаете? Опять тронут Конституцию? Нет, я предлагаю. И вот начать с этого вопроса будет прямой выбор... Это принципиально. Это принципиально. Ну, наверное, принципиально. Вот легитимность власти резко повышается. Вот резко повышается. Во всем мире. Избранный губернатор, назначенный губернатор. Во всем мире. Большая разница. Если сенаторы избирают законодательное собрание, штаты или провинции, или где как, это считается вполне легитимным. Почему у нас это не считается легитимным? Если из депутатов, которые прошли выборы в субъекте Российской Федерации, их там всего, допустим, 40 человек, вот их избрали этих 40 человек. И они из своего состава, не со стороны, а из тех, кто прошли, выбирают одного в сенатора, своего представителя. А я могу ответить. Что здесь не так? Вот смотрите, Московская городская дума, да, две фракции, 33 депутата единоросска, 3 коммуниста. Мы с вами искренне верим в то, что в нашем городе только вот эти три политические силы являются доминирующими? Да не смешите, не смешите. И вот этот орган власти, да, городской парламент, должен избрать представителя, в том числе, Совета Федерации. Да у всех возникает анекдотичный вопрос. Ребят, вы нас за кого держите? Две партии. Делаем отступление. Да. То есть вы говорите не о сенате теперь, а говорите о легитимности... Нет, вы говорите о том, что сенаторов избирают в ЗАГС собрания. Вы говорите не о сенате уже, а говорите о легитимности законодательного собрания города Москвы. Субъекта Федерации. Субъекта Федерации. Ну и что? Так одно из другого проистекает. Вы до этого сказали о том, что сенаторов избирают в законодательный орган власти. Какой смысл сейчас делать выборы, когда вы не можете провести выборы, нормальные выборы в законодательном собрании субъекта? А мы не можем. Нет, это вы власть. может а меня устраивает а вот меня состав 3 депутата единой россии реально соответствует политическому настроению здесь в москве потому что в москве 12 миллионов даже если на улицу выйдет сколько там на сколько тогда 1 120 тысяч это всего один процент и от депутатов государственной это самый мосгурдума это будет пол депутата пол депутата вы даже говорите о трех депутатах но то есть нет подождите вы мне ответить искренне вы считаете что вот этот городской парламент реально отражает политические настроения в столице не занимался а я думаю что не отражает и также не отражается член совета федерации чуть-чуть поправить вот оно вот все чуть-чуть поправить надо что там одного ввести от кого-то еще да нет не надо не поправить на давайте проведем честный выбор и все ничего мне не надо вот как большинство людей не можете лично вы не можете провести честные выборы в московскую городскую думу теперь говорить ай фиг с ним с этим давайте мы другой давайте теперь выбирать от москвы сенатора прямым голосованием чем это вы сделаете лучше чем чем это результат который будет выборы всенародные честные да не вот это вот чуров и компания которая имеет свою методологию подсчета процентов а что при выборе сенаторов будет не будет чурова надеюсь что нет все это вдруг как это вы эту систему возьмете как ангел вознесетесь вместе с ней и она на народ манной небесной опустит так продолжим после краткого выпуска новостей узнаем где ангелы а где демоны сидят 19 47 российской столицы это реальное время здесь и сейчас евгений буш мин представитель комитета федерации россии по бюджету евгений но чтобы закончить вот эту тему да а она точно вот я убежден связанные с отъездом людей и оттоком капиталов и так далее как изменить избирайтесь чтобы пранько избирался депутат московского журналист пранько задает вопросы я не политик я не хочу а то есть к пуговицам претензий нет вы журналист да я журналист и рукава пришита хорошо я занимаюсь финансами а пиджачок что-то у нас с вами совсем никакой совсем никакой вот в чем а вы ну что же вы нет хорошо вот что нет идти в депутаты если вы решаете что проблема там идти в депутаты если вы считаете что проблема во врачах идти во врачи ну я не знаю но как-то исправлять надо каждый на своем месте надо чтобы этих пранько было извините меня ну хотя бы тысяч пятьсот для начала а потом будем двигаться сейчас их еще мало давайте пообщим теперь со слушателями финам .fm это наш портал в интернете для ваших писем там же идут и там же идет прямая веб-трансляция 65 10 99 и 6 код москвы 495 это наш многоканальный телефон на его номер здесь евгений бушмин давайте пообщаться открыто вот много чего было сказано евгений меня обвинил во всех смертных грехах практически да обвинил в том что я не иду в политику ну поедем вот знаете у меня когда была ксения стопчак я тоже зовут на вашем месте данное сидела я говорю вы хотите в политику она горит ну по всей видимости меня составит вот я тоже значит я выполнил свою но 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 нет более прикладной момент а что вы согласились поговорить и позаниматься вопросом по гражданству это обязательно я себе вот это идиотизм надо все это я это я обязательно а добрый вечер в эфире как вас зовут алим добрый вечер да 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 вопрос даже согласия с вашим гостем по поводу что надо добиваться идите все туда вот это как похоже одной ситуации когда при вокзале играли на персочки картежники сдающий карт краплены и играйте господа наши правила но мы со мной выиграем по любому а если кто то не согласен у нас есть рядом с углом люди которые быстро с этим разберутся отличное мнение евгений вот то есть вы нам предлагаете играть по тем правилам которые предлагают на персочки нет я не предлагаю по правилам играть значит а как а как чтобы идти в политику надо все-таки соблюдать закон мы же с вами законопослушные граждане да да все закон надо соблюдать абсолютно понимаете вот в этом законе ничего не сказано про значит вбросы бюллетеней ничего не сказано про снятие с выборов неугодных лиц по надуманным предлогам ничего в этом законе вот эти карты они не краплены краплены и другие которыми вы собираетесь играть вы играете не крапленами играете добивайтесь чтобы человек которого сняли по суду был восстановлен из-за того что он восстановлен отменили эти выборы проводили новые ну да нам взять этот независимый суд вот амара морщикова да человек который также очень хорошо знаете бывший судья конституционного суда она мне открыто заявила в моей программе что нынешнее законодательство позволяет манипулировать исполнительной власти суде я не могу пойти суде посылая вас там в политику я не могу себя послать суде потому что я не умею я не понимаю как это делать как заставить если я сейчас если я сейчас последний скажу что и суд мне не гожь ну тогда какой смысл вообще в этом разговоре просто надо хоть за что-то зацепиться вы предлагаете зацепиться за людей но сегодня закон две позиции люди и закон сегодня с людьми вы разобрались фмс все ясно да никак 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 они к вам никак вот теперь остался закон я говорю да вот что-то конкретное конкретное вы каждый конкретное может решить я допустим потом чтобы разобраться почему это такая ситуация вообще возникла вот но это не решит проблему этого чиновника который с вами разговаривал и то же самое значит можно сказать что мы все полные идиоты что нами руководят полные идиоты мы страна идиотов сказать можно жить нельзя а я пока живу и вы пока живете значит люди уезжают и капиталы утекают но как-то же вот надо выходить из это уезжают против всех этих хаосов и так далее но вы вообще вот даже объемы вот этого выезда по сравнению с началом 90-х там вы себе представляете что это все таки крохи может быть это самые лучшие уезжают но вот я честно говоря для себя вот так что для меня сейчас самая главная проблема это то что люди уезжают не могу сказать я поддался вашему очарованию и эту тему обсуждаю но еще раз я вам говорю для меня сейчас тема не это главное я лично совершенно не понимаю как можно мне сейчас сверстать бюджет на 82 с половиной доллара за баррель когда уже все посчитано 97 и если я сейчас пересчитаю на 82 мне надо вместо полутора полутора процентов дефицита вваливать четыре с половиной вот меня сейчас это волнует да я неправильный человек сама себя загнала в этот угол власть сама себя загнала в угол своими популистскими заявлями конечно конечно загнала хочется чтобы власть учили привычка такая выработал почему вы так говорите хочется чтобы пенсионер какую-то пенсию получал хочется чтобы врать какую-то зарплату который достойно сейчас жил только еще раз говорю если бы если после так как это произошло в греции после того же кризиса 2008 году с падением больше чем в греции у нас были бы социальные последствия такие сейчас премии пенсии было бы две с половиной тысячи рублей при той же инфляции и при ты тех же уровне цен которые есть вы об этом говорите вы об этом говорите пожалуйста я готов об этом еще раз нельзя сейчас сказать что вот это основная проблема есть много проблем для меня самая главная проблема я не пойму почему люди в конце концов не поймут что сидеть на на чужом горбу это плохо у нас горб сейчас один это нефть вот такой знаете горб и мы на нем сидим сколько мы еще можем на нем сидеть я вообще боюсь когда это все произойдет но с другой когда я говорю нефть к сожалению подорожала вы слышали от меня я говорил да почему я этой студии да почему я это говорю потому что чем она выше тем мы безответственней и не только власть но и народ тоже начинает требовать и повышение зарплаты точно самое было и в греции вы знаете там была тринадцатая зарплата мало 14 у меня греки здесь были прекрасно все на пасху да нет не так все это просто и я думаю что крапленные карты мы сами участвуем я боюсь что вот иногда когда я там что-то говорю с человеком я пытаюсь ему объяснить все хорошо ты правильно говоришь действительно нельзя играть крапленную карту только ты не будь не тем кто за углом придет разбираться не тем кто эти карты карты крапленные мне дает вот это самое главное понимаете не будьте на другой стороне евгений бушевин председатель сенатского комитета по бюджету в реальном времени на финам fm 65 10 99 и 6 код москвы 495 финам.фм наше средство связи в эфире как вас зовут добрый вечер добрый вечер как вас зовут алё алё да здрасте прям эфир да как вас зовут меня зовут ющенко олег владимирович да краснодарский край а мог бы к собеседнику юрия бронько задать да вы в эфире уже олег владимирович давайте да ну вот я хотел бы задать вопрос я очень как бы не нравится ваша программа я с краснодарского края и вот человек говорит уезжают много людей ну создайте им условия здесь в россии зачем же зачем же так делать что они уезжают да это совершенно правильный вопрос и он очень интересен тем что вообще честно говоря вот как-то о тех людях которых выезжают еще расскажу вот не моя первая проблема все-таки моя первая проблема сейчас ну хоть как-то создать условия тем кто остается вот еще раз потому что ну ну врач уехал и он там работает но слава богу вот а вы знаете я разговаривал с врачами которую то они сказали о так работать как мы сейчас работаем я бы никогда там не стал при этом конечно добавляют ну за те деньги у меня здесь деньги другие и знаете вот и все и поэтому когда сейчас там тоже нелюбимый нами вами зиме говорит так все таки я этого президента избирал вот я голосовал я его не избирал вот а я а я да я да и поэтому я вам говорю что когда он говорит что давайте хотя бы средний чтобы те кто занимается энергетикой те кто занимается там какими-то нефтедобычей газодобычей ну хоть чуть-чуть с ними сравнять зарплату тех же врачей ну оказывается он прав с другой стороны делая это мы на навешиваем на себя просто гигантские социальные обязательства длящиеся с проблемами и так далее я все время горит это неправильно неправильно у нас сейчас повышение зарплаты во всех отраслях не даже не в бюджетниках об этом это отдельная песня и она намного круче чем в других отраслях так вот других отраслях рост заработной платы значительно опережает производительность труда это что означает это означает что за одну деталь виде зарплаты мы платим гораздо больше чем в европе но простите мы чё такое богатые государства то богатые мы нефть добываем и вот эту разницу мы добиваем вот этой нефтью это что порядок что ли поэтому иногда когда уже мы начинаем как греки недавно зарываться и требовать таких повышений которых ни по каким параметрам мы еще не заработали мне кажется это тоже неправильно поэтому все таки я буду думать о тех кто остается а тех кто уехал пусть думает та страна куда он уехал я промолчу у нас потому что полторы минуты я так чувствую мы с бушмином еще час провели и в спорах и добрый вечер в эфире алё добрый вечер да как вас зовут алексей в вологодской области очень коротко у меня один вопрос когда мы перестанем в россии ориентироваться на худший результат не когда мы начнем наконец ориентироваться на лучшие результаты мы всегда приводим примеры говорим а вот там еще хуже да 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 спасибо спасибо алексей простите то что это очень здорово вот 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 как раз очень качественная аудитория у финамов я вам должен признать что вот не всегда мы с вами и вот отвечаем на вопрос а зря вообще очень интересно я хочу сказать вот как помните когда путин сказал а давайте удвоим ввп помню сказали ну чё как у него в такой вообще пришел тут а мы тут раньше не догадывались что нам надо такую задачу поставить и все говорили это недостижимая задача то есть фактически мы равнялись не на худшее она лучшее вот поэтому знаете иногда иногда вы совершенно правы нельзя равняться на худшее нельзя говорить вот у нас плохо а там где-то негров линчует совершенно помните советский завод у меня такое чувство что мы далеко не ушли от него вот за эти 20 поэтому да я с этим согласен и причем у нас это постоянно происходит очень удобно себя оправдать очень удобно себя оправдать не не сказать что я работаю плохо но есть же люди которые работают еще хуже это правда 10 секунд а конкретно вопрос короткий ответ осенью ожидаете обострение социально политической ситуации в россии нет ниже не ожидай будет в отдельных регионах какие-то проблемы связанные с любимыми вами выборами губернатор вот но я общего такого настроя чтобы это все поднялось я не вижу еще и за счет того что мы слишком много денег тратим на социальные программы это очень успокаивает народ спасибо евгений буш мин реальное время финалов